Добрый день. Сегодня мы будем говорить о молекулярной диагностике в онкологии. И на самом-то деле речь пойдет в первую очередь об эволюции методов молекулярной диагностики. Надо понимать, что молекулярная диагностика стала неотъемлемым компонентом у нас современной практической онкологии. И на самом-то деле, если брать те области, где используется молекулярная диагностика, их довольно легко структурировать. Ну, в частности, одна из самых наиболее таких важных достижений молекулярных исследований – это практически исчерпывающее решение проблемы с наследственными опухолевыми синдромами. На сегодняшний день диагностика наследственных раков – это, в общем-то, очень важный компонент медицинской помощи. Еще известный компонент, наиболее известный благодаря информационной деятельности фармацевтических компаний – это те тесты, которые предназначены для выбора терапии на основе молекулярных характеристик опухоли. Помимо этого, есть вещи, которые в какой-то степени являются экспериментальными. Например, жидкостная биопсия. Я потом об этом остановлюсь. Там есть определенные фрагменты, где она стала практически легитимной. Ну, например, Т790М – детекция мутации при раке легкого. Но все-таки это пока еще остается экспериментальным компонентом медицины. Ну и еще один, в общем-то, важный на самом-то деле компонент. Мало кто знает, что молекулярная генетика вносит свой вклад в диагностику особой группы новообразования. Это карциномы с неизвестным первичным очагом. Когда метастазы есть, а из какого органа, из какой ткани – непонятно. Здесь на самом-то деле ключевую роль играют морфологи. Но при этом и молекулярные биологи тоже, несомненно, носят свой вклад. Я попытаюсь сегодня для начала дать представление методов молекулярной диагностики. И когда мы говорим о методах, то надо, в общем-то, говорить в первую очередь о понятиях. Ну, если кто-то помнит школу, то есть такой термин «центральная догма молекулярной биологии». Она сводится к тому, что у нас гены – это ДНК, они передаются от родителей. ДНК напрямую белок не может производить. Для того, чтобы образовался белок, сначала молекула ДНК должна произвести на своей матрице молекулу РНК. В чем разница? Это очень похожие молекулы. Здесь дезоксирибонуклеиновая кислота, здесь рибонуклеиновая кислота. А дезоксирибонуклеотиды и рибонуклеотиды, они очень близки по химической структуре. Но так или иначе, без посредника ДНК белок не может продуцировать. Ну и соответственно терминология. Если мы говорим про ДНК, то речь идет об анализе генов, об анализе мутации. Это изменение последовательности. Здесь целый набор методов. Если мы говорим про РНК, то при помощи РНК тоже некоторые разновидности мутации много анализировать. Но когда мы говорим про РНК, то здесь синоним – это транскрипт. Это термин экспрессия гена, то есть его активность, которая детектируется на уровне количества РНК. Ну и здесь есть свои, опять же, методологические технологии. Ну и сам по себе анализ белок и количество продукта гена на уровне РНК и на уровне белка называется экспрессией. Но наиболее характерный метод анализа белков – это иммуногистохимия. В основе всех молекулярных методов все-таки лежит иммуногистохимический анализ. Иммуногистохимический анализ был разработан очень давно, в середине XX века. В чем идея? Ну, по крайней мере, в современном представлении. Я не знаком хорошо с историей вопроса, чтобы ее внятно рассказывать. Вот, посмотрите. Нас интересует наличие какого-то конкретного белка в той или иной клетке. Что мы для этого делаем? Мы покупаем на специальной фирме коммерческие антитела к этому белку. Вот они. Эти антитела в условиях лаборатории не сделают. Для этого нужно производство. Это очень долгий процесс. Именно сам клон антител получить. Это очень сложный исследовательский процесс. И дальше, если у нас этот белок в клетке есть, то тогда получается, что у нас антитела, они с белком взаимодействуют. А как увидеть, взаимодействуют они или нет? Для этого нужны вторые антитела. Как правило, реагируют с белком те антитела, которые получены от кролика или от мышки. Берутся универсальные антитела, которые распознают антитела кролика или мыши. И получается, эта реакция называется сэндвич. Вот эти антитела, они мечены флюоресцентно, они универсальные. Эти они практически натуральные. Они получены из живых организмов в том или ином виде. И если у нас детектируется взаимодействие, это называется сэндвич, это у нас метод иммуногистохимия. Посмотрите, вот здесь крашеные клетки, окрашенные. Ну, вообще, это очень важный метод. Он позволяет определить, какие клетки окрашены, опухолевые или неопухолевые. Ну, например, сейчас PD-L1 диагностика, который выполняется, там принципиальное значение имеет, что у нас красится. Опухолевые клетки, иммунные. Для этого по-разному подсчитываются различные показатели. Более того, это позволяет еще этот метод определить, а где находится белок в клетке. Ну, в частности, если мы говорим про HR2 и хорошо известный белок, то важно не просто его окраска как таковая, где он расположен, на мембране или нет. Флюоресцентная гибридизация ин-ситу. Флюоресцентная гибридизация ин-ситу – это метод, который, как правило, тоже используют морфологи, потому что здесь нужен микроскоп. Идея какая? У нас ДНК является двуцепочечным молекулой, и если вы расплетете молекулы ДНК на исходные компоненты, это можно сделать, например, при помощи нагревания, то, оставив эту смесь охлаждаться, комплементарные участки, то есть те молекулы, которые формируют двойную цепочку, они сами себя распознают без каких-то затрат энергии. И тогда будет у нас свечение. И вот, посмотрите, это флюоресцентная гибридизация ин-ситу. Она применяется для анализа копийности генов, она применяется для анализа перестроек. Это тоже очень важный метод, он, опять же, визуальный. Традиционно иммунная гистокимия и фиш все-таки это удел морфологов. Когда мы говорим про молекулярный генетический анализ опухолей, то здесь все-таки другой набор методик. Ну, в первую очередь, что надо понимать? Что, грубо говоря, если мы хотим выполнять анализ опухолей, то нам нужно работать с действительно опухолевыми клетками. На начальном этапе сначала надо выделить, обогатить опухолевые клетки и из них получить уже ДНК и РНК. Существенно, что для подобного анализа, в общем, пригодны не только морфологические препараты, но и цитологические препараты. В них тоже достаточно хорошо сохраняются обе молекулы, которые могут понадобиться для анализа. И ДНК, и РНК. Чтобы выделить ДНК и РНК, нужны довольно сложные процедуры. Это уже достаточно непростая методика. И более того, если тут совершать ошибки, то может быть контоминация, и все результаты будут извращенными. Ну, что в таких случаях делается? Значит, у нас клетки, которые есть, это морфологические или цитологические, они сначала лизируются в специальном растворе, который просто разрушает клетки, ДНК выходит наружу. А затем, по средствам манипуляции достаточно сложных, у нас раствор, который содержит ДНК и РНК, он отделяется от белков. Еще сложнее выделение тотальной РНК, потому что получается, что когда мы выделяем РНК, то нам сама по себе молекула РНК, ну, по крайней мере, в современных методиках, мало что дает. Дело в том, что если мы хотим РНК использовать для дальнейшего анализа, а это важно, и количество транскрипта, уровень экспрессии, и структура транскрипта, есть перестройки или нет, нам на матрице РНК необходимо синтезировать КДНК. Уже потом, когда у нас туклеиновые кислоты получены, они подвергаются молекулярно-генетическому анализу. Какому? Ну, я всегда смеюсь, когда меня спрашивают, как анализ сделали, говорят, ПЦР. Ну, ПЦР может быть самостоятельным метам анализа, но в современных методиках это, как правило, всего лишь подготовительный этап, всего лишь общий принцип, как накапливать нуклеиновые кислоты. В чем идея ПЦР? У нас ДНК синтезируется при помощи ДНК-полимераза. Когда мы говорим синтезировать, это означает удвоение, копирование. Но ДНК-полимераза сама по себе на обычной ДНК, запустить синтез не может. ДНК может прикрепиться только в том случае, если есть направление, праймер, который инициирует синтез ДНК. Значит, что получается? При помощи этого особенности в условиях проверки можно направлять, где будет осуществляться удвоение молекул ДНК, а где не будет. Что вы хитрились сделать молекулярные биологи? Они разработали технологию. Когда вы берете тот фрагмент ДНК, который вас интересует, и в начале фрагмента, и в конце фрагмента вы в условиях лаборатории, по сути дела, синтезируете праймеры. Ну, опять же, на самом деле для этого есть специальные приборы. В частности, у нас в лаборатории мы пришли к тому, что мы сами синтезируем праймеры, потому что так получается быстрее, нам так проще и так далее. Но их можно, опять же, заказать в маленьких компаниях, которые этим занимаются. Вы добавляете к молекулы ДНК праймеры, ДНК полимеразу, и у вас происходит удвоение ДНК. На каком-то этапе вы прекращаете эту реакцию и начинаете все заново. И таким образом у вас получается каскад удвоений. Сначала одна молекула ДНК исходная, потом 2, 4, 8, 16, 32. Это называется геометрической прогрессией. Таким образом, в условиях лаборатории за 3 часа вы можете с исходной молекулой мишени накопить бесконечное количество тех молекул, которые вас интересуют. Но на самом-то деле сама ПЦР как такова – это накопление продукта. И на сегодняшний день, наверное, самый актуальный ПЦР-тест – это тест на COVID-19. В чем его идея? Берутся праймеры для гена вируса COVID-19. Важно, чтобы эти праймеры никакой другой последовательности не распознавали. И дальше делается тест. Если есть фрагмент, значит, есть вирус COVID-19, нет. Фрагмента нет. Отсюда вот эти положительные, отрицательные тесты, о которых мы читаем ежедневно в сводках новостей. Сколько их по стране, сколько их в мире. Так построена диагностика вирусной инфекции. То есть здесь сам по себе есть фрагмент или нет, это уже и есть результат анализа. Но, как правило, все намного сложнее. Ну, в частности, часто надо выявлять замены нуклеотидов, замены аминокислот. Как это делается? Берется две реакции. В одном случае у нас праймер, который сделан для нормальной последовательности ДНК, а в другом случае у нас мутированная последовательность. Что получается? Если у нас произошла мутация, то нормальный праймер, он не будет, последний нуклеотид не будет реагировать с молекулой ДНК и не будет осуществляться синтеза. Таким образом, так называемая аллель специфическая ПЦРа, там всегда парные пробы ставятся, она основана на том принципе, есть реакция или нет. Получается, не получается. Но сейчас, на самом-то деле, эти все системы, они остроумные, они так называемые закрыты, используются специальные флуоресцентные метки, и вам даже пробирку открывать не надо, вы уже на уровне прибора знаете, произошло накопление продукта или нет. Ну, и это фотографии старые, это устаревшие аппараты, но так или иначе, этот аппарат позволяет вам осуществлять мониторинг накопления ПЦР-продукта в различных реакциях. И таким образом, это так называемая ПЦР в режиме реального времени, которая позволяет в том числе сказать, есть мутация или нет мутации, а также измерять количество исходной мишени. Это уже более сложная технология. Цифровая капельная ПЦР. У нас сегодня был анонсирован семинар как «Эволюция молекулярной диагностики». Вот вам «Эволюция». Это принципиально новый прибор. Называется цифровая капельная ПЦР. Казалось бы, то же самое, но прибор намного сложнее. Что он делает? Он саму реакционную смесь при помощи специального прибора разбивает на бесконечное количество капель. Их примерно 20 тысяч, этих капель. Дальше. Мы исходим из того, что у нас количество капель значительно больше, чем количество копий гена в исходной смеси. Получается, как работает прибор. Либо капля позитивная, либо негативная. То есть, либо есть реакция, либо нет. Что у нас на выходе? Абсолютно прецизионный анализ. А сколько у нас на самом-то деле копий гена было в исходной смеси? Это суперчувствительный тест. Это очень нужный тест. И это очень важный продуктивный метод. Секвенирование ДНК. Напомним школьную программу. У нас ДНК состоит из четырех нуклеотидов. Аденин, гуанин, тимин, цитозин, АГТЦ. И есть отдельный метод секвенирования ДНК, который читается при помощи специального оборудования. Ну, на сегодняшний день, на самом-то деле, если брать историю, вопросы мы опускаем. Но так или иначе, у нас на сегодняшний день секвенирование ДНК осуществляется специальным прибором по флюоресцентным меткам. Четыре нуклеотида, они красятся разными цветами. И поэтому на выходе мы имеем просто распечатку, какая последовательность гена в данном случае есть. Секвенирование метод, который достаточно сложный. И в подавляющем большинстве случаев есть определенный резон осуществлять разумные случаи при скрининге. Ну, в частности, вот здесь метод называется высокоточный анализ кинетики плавления ДНК. Он основан на том, что если происходит мутация, то у нас неполное соответствие между комплементарными цепями ДНК. И за счет вот этого несовпадения будет неполная, называется это отжиг, а правильнее сказать, неполная гипотизация, неправильная структура ДНК. У нас два нуклеотида, расположенных друг напротив друга, не будут совпадать, они не будут комплементарны. Соответственно, если обычная ДНК плавится при температуре 91-92 градуса, то там, где есть подобное несовпадение, там не такая уже прочная структура ДНК, она будет плавиться при меньшей температуре. Что ухитряется делать прибор? Ухитряется смотреть вот такие отклонения, которые десятые доли градусов, и говорить, да, в этом фрагменте есть мутация, его необходимо анализировать более подробно. Ну, мы говорим про эволюцию, триумф технологии на сегодняшний день, это так называемое секвенирование нового поколения. Секвенирование нового поколения, как мне представляется, это самое главное событие, по крайней мере в медицине, наверное, в биомедицине, с момента изобретения ПЦР середины 80-х годов. Оно, по-видимому, абсолютно полностью видоизменит нашу жизнь. Ну, например, к сожалению, каждый из нас несет какое-то количество наследственных мутаций, они могут не проявляться, это так называемые рецессивные мутации, потому что работает оставшаяся копия гена. Но очень важно, чтобы две поврежденных копии гена не встретились у будущего ребенка, поэтому, например, есть прогнозы, что к 2025 году примерно миллиард населения Земли будет протестирован генетически для того, чтобы исключить носительство мутаций. Мутаций не исключить это невозможно, а речь идет о том, чтобы если в брачной паре, где у отца и у матери ребенка один и тот же поврежденный ген, чтобы обеспечить, что именно хорошие гены попадут к ребенку. Поэтому ожидается на самом-то деле, что вот это применение секвенирования нового поколения и генетический скрининг популяции приведет к тому, что резко сократится частота наследственных заболеваний. Ну, на самом-то деле, очень много секвенирования нового поколения применяется в онкологии как для диагностики наследственных раков, так и для анализа мутационных портретов опухолей. Что существенно? Как работает секвенирование нового поколения? Прибор бесконечное количество раз читает случайные фрагменты ДНК, а потом это бесконечное количество фрагментов при помощи компьютера обрабатывается, и на основе вот этого бесконечного количества коротких фрагментов воссоздается исходная целая, воссоздается исходная молекула ДНК. Секвенирование нового поколения является незаменимым методом для мультигенного анализа. Сейчас у нас огромное количество тестов нужно делать. Для целого ряда опухолей у нас десятками исчисляется количество генов, которые необходимо анализировать. И именно секвенирование нового поколения является универсальным методом, который с единого образца позволяет прочитать очень-очень-очень много разных мутаций. Второй момент – секвенирование нового поколения менее требовательно к качеству микродиссекции, чем стандартные методы, потому что получается, что если хотя бы, условно скажем, 1-2% клеток, которые вы исследуете, являются опухолевыми, то при бесконечном количестве прочтений мутацию, пусть и в низком содержании, вы всегда найдете. И поэтому получается, что это очень-очень важный компонент современной диагностики. Ну, посмотрите, вот этот слайд, на самом-то деле, он все равно неполный, но здесь перечислены основные вообще мутации, которые позволяют назначать препараты. Но я не буду перечислять, потому что этот лист постоянно пополняется, и тем, кто следит за онкологией, если честно, то немножко надоел. Извините, я нашел ошибку, пока видел. Вот если при мутации КИД, конечно же, ингибиторы КИД, то при мутации МЕД, не ингибиторы КИД, а ингибиторы МЕД. Это просто ошибка на слайде. Ну, как правило, какой ген мутирован, такие же ингибиторы и применяются. Ну, если 15 лет назад этот анализ, когда у нас назывался, это казался чудом, это мы как раз начинали анализ мутации в гене и GFR в середине ненулевых делать, и тогда оказалось, что именно этот препарат обеспечивает изумительные результаты при лечении таргетными препаратами рака легкого, то сейчас подобными тестами сложно удивить, но удивляют иногда нюансы их применения. Я вам расскажу охотничий рассказ, который связан непосредственно с нашей деятельностью. Это драматическая история, потому что обратился примерно 5 лет назад пациент с раком желчного пузыря, у которого были исчерпаны все возможности для лекарственной терапии, и в отчаянии он обратился к нему, и мы у него нашли мутацию в гене ВИРА В600Е. Ингибитор, вемурафенип и доброфенип тогда уже были, но мы обратили внимание, что так как это опухоль желчного пузыря, она происходит из желудочно-кишечного тракта. Мы уже тогда знали, что если при меланоме вемурафенип эффективен, то при опухолях толстой кишки, по крайней мере, никакого эффекта нет. Почему? Потому что в опухолях толстой кишки присутствует рецептор эпидермального фактора роста, и если вы назначаете вемурафенип, ингибитор АФ, то происходит компенсаторная активация рецептора эпидермального фактора роста, и сам по себе сигнал идет обходным путем. Опыта в мире по лечению желчного пузыря не было, поэтому мы в какой-то степени экспериментально по врачебному решению, по лечению врачебной комиссии назначили комбинацию вемурафенипа, и панитумумаба, антивираф-терапия и анти-GFR-терапия. И вот, посмотрите, полный ответ рака желчного пузыря на лечение. Те, кто занимается этой локализацией, знают, насколько характеризуются карциномы желчного пузыря лекарственной резистентностью. Поэтому то, что мы нашли полный ответ, это, конечно, было большое событие. Что важно? Почему я этот слайд показываю? Ну, какое-то время после публикации вот этого случая, это случай как единичный, он был опубликован. Я получаю письмо от американского доктора, он пишет, вот вы описали такой случай пациента, скажите, пожалуйста, а какова длительность эффекта? Я написал, что на тот момент это 12 месяцев. Все, спасибо, мне это достаточно, чтобы обосновать назначение препарата перед медицинской страховкой. Вот пример персонализированной медицины, пример эволюции. Другой пример, Библия для онкологов, НССН, рекомендации. National Comprehensive Cancer Network, американский стандарт для назначения препаратов. Можете себе представить, что один единственный случай опубликован, и он уже внесен в перечень рекомендаций НССН. Вот вам пример эволюции, вот вам пример персонализированной медицины. Ну, другой пример на самом-то деле. Этот слайд нам понадобится ровно через один, поэтому давайте мы здесь обратим на него внимание. Помимо единичных тестов, есть еще тесты собирательные. Ну, например, микросателлитная нестабильность. Это дефект, репарация ДНК, геном при раке толстой кишки становится нестабильным. Он накапливает огромное количество мутаций. Это не тест на единичную мутацию. Это тест на свойства опухоли. И в данном случае, когда мы говорим о микросателлитной нестабильности, то данные опухоли имеют примерно на два порядка в сто раз больше мутаций, чем обычные опухоли. Как результат, у этих опухолей высокий уровень иммуногенности, высокое количество антигенов, и они лучше отвечают на иммунотерапию. Это зарегистрированное показание. А теперь следующая история. Посмотрите. Вот это как раз те мутации, которые не на включение пациентов, а на исключение пациентов. Мутации КРАС и НРАС стандартно тестируются при карциномах толстой кишки, чтобы исключить применение панитумумаба или цетуксимаба, потому что если вы по ошибке назначаете данный препарат с мутированным опухолью, то вместо остановки роста опухоли вы, наоборот, получаете ускорение роста опухоли. И вот, посмотрите, связь между вот этим слайдом, вот этим слайдом, ключевое слово КРАС, и вот этим слайдом. Мы обратили внимание на новую разновидность опухолей, наследственных опухолей рака толстой кишки, которая достаточно редко. Это тоже раки, тоже с дефектом репарации ДНК, но они вызваны другим повреждением, мутацией в гене MUTE-AH. Что получается? Эти раки тоже содержат огромное количество мутаций. Как их найти? Это редкие раки. Мы обратили внимание, что при них встречается редкая разновидность мутации в гене КРАС. 12GC – это редкая замена. И стали ее использовать в качестве флажка, в качестве якоря. Посмотрите, какие интересные цифры. У нас на входе 6 тысяч пациентов с раком толстой кишки, которые и так проходят мутирование. Половина из них исключены из лечения, потому что у них мутации в КРАС. Они не получат РБТУКС или ВЕКТИБИКС. Но на самом деле здесь только КРАС мутации, но есть еще и НРАС мутации и БИРАС. Посмотрите, вот эта мутация, про которую я говорю, уже 12C, их мало. Это редкая категория. Вот именно их мы тестируем на присутствие наследственной мутации. То есть это вот та разновидность рака, которую мы ищем или нет. И да, находим пациентам с мутихоассоциированным раком. Они действительно иммуногенны, как мы это ожидаем. Посмотрите, какой интересный слайд. Вот это у нас обычная опухоль. Она не содержит лимфоцитарной инфильтрации, она не иммуногенная. Вот это у нас позитивный контроль. Опухоль с микростеллитной нестабильностью. Здесь много красных точек, это лимфоциты. А вот эта опухоль от нашей пациентки, она еще более иммуногенная. Здесь еще больше лимфоцитов. Значит, по-видимому, действительно есть основания попытаться лечить подобных пациентов с иммунотерапией. Но посмотрите, в данном случае в соседнем центре, где работают наши коллеги, у Никиты Михайловича Волкова и Владимира Михайловича Моисеенко наблюдалась пациентка, которые исчерпаны все возможности для стандартной терапии. И вот у нас появляется пациентка, у которой исчерпаны возможности для стандартной терапии. И опять же, по решению врачебной комиссии, ей назначается иммунотерапия, понимая, что на самом-то деле по своему профилю опухоль очень и очень иммуногенна. И вот посмотрите в результате этих усилий, вот доказательство, что концепция верная. Посмотрите, какой выраженный регресс у пациентки, у которых нет никаких надежд на получение какого-то эффективного лечения. Жидкостная биопсия. По каким-то, опять же, причинам, не очень изученным, опухолевые клетки могут выделять ДНК в кровоток. ДНК, которая выделяется в кровоток, она сохраняется какое-то время. И эту ДНК используют для того, чтобы диагностировать мутации. Ну, в частности, я уже говорил, что на сегодняшний день, если мы говорим про жидкостную биопсию, то вполне легитимным является тест на циркулирующую мутацию Т790М. Ну, на самом деле, жидкостная биопсия очень сложный метод, потому что он совсем работает на пределе чувствительности. Мы много этим занимаемся, и я, допустим, убежден, что негативные результаты жидкостной биопсии вообще, так сказать, не должны рассматриваться как медицинский анализ, потому что, когда метод работает на пределе чувствительности, если что-то нашли и правильно делали хорошо, если ничего не нашли, то это то же самое, что не делали. Так или иначе, жидкостная биопсия – это тоже пример эволюции молекулярной диагностики. Все, что я показывал, это в основном моногенные тесты, хотя уже был тест на микростелитную нестабильность, который показывает, скорее, общее состояние генома. Есть еще достаточно популярные, ну, так скажем, в коммерческой медицине мультигенные тесты. В чем идея заключается? Ну, допустим, если вы берете уровень экспрессии рецептора прогестерона, то на самом-то деле тест, который из одного гена, достаточно сложно запатентовать. А что делает, например, одна из наиболее известных тестов Ancotype DX? Они в результате исследований выделили гены, которые действительно ассоциированы с характером течения рака молочной железы, их активность агрессивной или неагрессивной. Они одновременно производят измерения экспрессии в централизованной лаборатории двух десятков генов примерно, и дальше запатентованный компьютерный алгоритм высчитывает специальный индекс. Таким образом, какая особенность? Во-первых, здесь нет проблем с воспроизводимостью, все эти тесты делаются в централизованной лаборатории. Ну, и есть предмет для охраны интеллектуальной собственности, есть патентование. И получается, что подобные тесты, ну, по крайней мере, за границей они популярны, хотя, если честно, всегда встает вопрос, а что они добавляют к уже и так сделанному морфологическому анализу. На самом-то деле, вот само по себе поиск ниши для подобных тестов – отдельная задача, потому что многие из разработчиков говорят, что изначально у них была задача не столько дополнять морфологический анализ, сколько заменить субъективную процедуру более объективным автоматизированным методом. Мультигенное секвенирование я уже показывал. На самом-то деле, если, допустим, при раке легкого анализ мутации GFR является абсолютным стандартом, то при раке молочной железы этот тест никто никогда делать не будет, хотя какая-то вероятность 1 на 10 тысяч, 1 на 100 тысяч, незаменно, есть. Что сейчас делают ученые? Они берут все гены, которые могут оказаться полезными, их не так много, всего несколько сотен, несколько десятков или несколько сотен, собирают это в единую тест-систему на основе секвенирования нового поколения и подряд все опухоли демонстрируют. Если мы один потенциальный ген анализируем при раке молочной железы, вероятность найти что-то полезное стремится к нулю. А если мы все гены анализируем во всех опухолях, то частота интересных ответов уже 2-3%. Это уже что-то, согласитесь. Биологические тесты на чувствительность. На самом-то деле, есть попытки получать опухолевые линии. И уже эти опухолевые линии анализировать на лекарственную чувствительность. Ну, у нас есть собственный опыт, пока не опубликованный. Но, честно говоря, то, что делается с краткосрочными культурами, там очень часто это не опухолевые клетки, а вообще другие клетки. Поэтому были популярны тесты на краткосрочные культуры, когда забирают опухоли, сразу делают из опухолевых клеток тесты лекарственную чувствительность. По-видимому, эта деятельность сопряжена с определенными артефактами. А если мы пытаемся настоящую опухолевую культуру получить, то это занимает несколько месяцев, и тут слишком низкий процент успехов. Больше процента успехов, если вы опухоль перепываете под опытным мышам, ксенографтам. Но эти мыши иммунодефицитные, поэтому тоже у них извращены реакции на лекарственные препараты. Поэтому делаются подобные эксперименты на самом-то деле. Но, честно говоря, клиническая значимость остается не полностью доказанная. Ну, есть какие-то интересные нюансы. Допустим, примерно 5 лет назад появилась статья, что делали. Брали специальную иглу и собакам в опухоль вкалывали микроинъекции различных препаратов. А потом смотрели, где больше реакция на подобную терапию. Ну и на самом-то деле, в общем-то, подобные вещи, они, конечно, поражают своей остроумностью. Но, опять же, надо понимать, что на сегодняшний день дальше собак дело не пошло. И реальная эффективность этих, клиническая эффективность подобных манипуляций, она пока не доказана. Ну и, например, у нас заключительный слайд, где у нас еще раз обобщается, где у нас используется молекулярная диагностика. Продолжение следует... Продолжение следует...